Во имя Отца и Сына и Святаго Духа И, конечно, каждый с этим связывает, в том числе и надежду на свое спасение. А вот хотел бы привести хорошо известный текст апостола Павла, который как бы входит в какую-то конфронтацию с тем, о чем только что было сказано, в некое несогласие. А текст такой. «Благодатью вы все спасены через веру и сиение от вас, дар Божий, дабы никто не хвалился». Как же так? «Благодатью вы все спасены через веру и сиение от вас, не от ваших дел, а этот Божий дар, чтобы никто не хвалился». Так как же примирить эти как будто разнонаправленные утверждения в Священном Писании? «Вера без добрых дел мертва есть, и вроде как вера и не спасает, а спасает благодать Божья». Так вот, примирение этих двух как будто бы противоречивых утверждений давно обретено. И на уровне церковной мысли, но более всего на уровне реальной церковной жизни. Совершенно очевидно, и каждый, кто совершает добрые дела, понимает, что если он пошел, помог в больницу, посидел у больного человека, если пришел в храм, пол помыть, если сделал еще что-то доброе, каждый ведь по-настоящему верующий человек понимает, что вот это дело, которое он сейчас совершил, не определяет его спасение. Но если было бы так, так и из храма не выгнать было бы, столько было бы желающих мыть пол. Конечно, недобрые дела нас спасают, потому что никакое доброе дело не может быть соизмерено со всей человеческой жизнью, в которой так всегда бывает много недобрых дел, греховных дел, слов и мыслей. И попробуй каким-то добрым делом уравнять то, что навряд ли возможно уравнять. Вот поэтому благодатью вы все спасены через веру, и сияние от вас, чтобы никто не превозносился. Вот это мы должны хорошо запомнить, что вера – это дар Божий. Но и другие слова не должны забывать. Вера без дел мертва. А для того, чтобы примирить эти два как будто бы разнонаправленных утверждения, нужно помнить, что доброе дело, совершаемое во имя Господа, доброе дело не формально, не на зарплату, не для того, чтобы на доску почета фотографию повесили, а доброе дело, совершаемое по внутренней потребности, совершить доброе дело, по некому призванию совершить доброе дело. И это, конечно, то доброе дело, в ответ на которое человек получает дар благодати, которая и спасает. Спасает сила Божья, благодать Божья. Но подается она в ответ на нашу молитву, как мы это знаем, и в ответ на совершаемые добрые дела. Вот почему важно, чтобы вера наша спешистовала делами, ибо она становится мертвой, если мы не делаем добрых дел. А если мертвой становится вера, то как же в ответ на эту веру Господь может дать спасающий дар божественной благодати? Вот все и замкнулось в единую и стройную систему. Конечно, спасает благодать Божья. Еще раз хочу сказать, никакие самые даже тяжелые, сопровождающимися, может быть, какими-то трудностями и нередко страданиями человека добрые дела, сами по себе спасти не могут. Но в ответ на эти дела, и в ответ на молитву человека, и в ответ на его покаяние, Господь дает спасающую свою благодать. И человека спасает не прямо дело, не от дела к небу идет сигнал, но человека спасает божественная благодать, дарованная людям, в том числе, из-за свершения добрых дел. Я с особо сердечным чувством сегодня приветствую всех наших церковных тружеников, которых мы называем социальными работниками, которые именно трудятся в сфере совершения добрых дел. Мне хорошо известна деятельность всех вас, мои дорогие. Конечно, не имею возможности иметь сведения о каждом лично, но знаю, как много вы делаете все вместе. Вы сегодня отвечаете в том числе и на вопрошение современного, достаточно утилитарного светского общества, которое нередко задавало вопросы, ну что там ходят, лоб крестят, а толку-то какого? А что они такого отцовенного делают? Особенно эта критика была для нас такой, ну то, что называется, обжигающей в советские времена, когда по закону было запрещено от церкви совершать добрые дела. По закону нельзя было ходить ни в больницу, ни в тюрьму, ни к трудновоспитуемым детям, ни к старикам, ни к кому нельзя было ходить. Можно было прийти как частное лицо, и то часто батюшки, которым надо было причастить больного, умирающего, в больнице прятали святые дары где-то во внутреннем кармане пиджака, а потом быстренько петрахили, девали и причащали. Но в таких условиях мы жили. Но и тогда ведь не пресекалось действие благодати Божией, которая и в те трудные времена взламывала вот эту преграду между человеческой душой и государственной атеистической машиной. И люди обретали дар благодати, приобщаясь святых христовых тайн и совершая добрые дела. Поэтому если кто-то уверен, что прожить жизнь и не совершив добрых дел, он спасется, ошибается такой человек, благодатью спасается. А благодать-то идет навстречу человеку, совершающему добрые дела. И вот это, казалось бы, противоречие, оно легко разрешается. И каждый человек, который живет по этому закону и по этим правилам, кто искренне верит в Господа, кто, движимый добрым христианским чувством, совершает добрые дела, и спросишь у такого человека, ну как вы там, ведь там трудно, ответ обычно, да по милости Божией, да нет, все хорошо, благополучно. А знаю, нередко общаясь с такими людьми, в каких трудных обстоятельствах они совершают свои добрые дела. Если в недавнее безбожное время мы по закону не имели права совершать добрые дела, зримые, социально значимые, и таким образом как бы влиять на общество, которое подписалось на атеизм, или точнее государство, которое подписалось на атеизм, то сегодня все возможности открыты. И вот здесь-то и возникает самый важный вопрос для всех нас. А мы в полной мере эти возможности используем. А в каждой епархии у нас уделяется значение вот этому доброделанию, которое мы называем социальной работой. Ну в епархиях, да, потому что, ну и владыки у нас люди просвещенные, идейные, убежденные, и знаю, что внимание обращают в том числе и на такого рода деятельность. А вот если спуститься на приходской уровень, то, к сожалению, не везде и не всегда мы можем найти реальное приходское доброделание. Поэтому вот этот съезд, я думаю, и наше общение должно быть направлено на то, чтобы социальная работа церкви, добрые дела, совершаемые от имени всего верующего народа осуществлялись везде. И на уровне епархий, и на уровне приходов больших и малых. И чтобы настоятели, подчеркиваю, не относили эту работу где-то к пятому, или десятому, или двадцатому пункту их повестки дня, а ставили сразу после божественной литургии совершения таинств. Потому что вера без дел мертва есть. Может быть, мне не стоило даже всего этого говорить, потому что мое слово, в первую очередь, обращенное к вам сегодня, проникнуто глубокой благодарностью, признательностью за то, как и в приходах, и в монастырях совершаются сегодня добрые дела. Но если где-то еще не в очень таком приоритетном порядке, то надеюсь, что мои слова сегодня дойдут до многих и помогут осознать важность того, что совершаемая православной общиной, будь то приходская или монашеская, добрых дел, есть непременное условие обретение благодати Святаго Духа. Господь нам дает по милости своей, но, конечно, и в ответ на наши добрые дела и искреннее покаяние. Вот очень важно сегодня особенно проникнуться тем, что социальная работа должна быть приоритетной задачей и на уровне приходов, и монастырей, и епархии, и всей Церкви. Еще раз хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня собрался здесь. Вы – это те люди, тот актив, который и продвигают сказанное только что мною, от вашей активности, от вашей способности, от вашего доброго расположения по отношению к людям во многом сегодня зависит то лицо Церкви, которое положительно воспринимается даже нерелигиозным обществом, потому что факты – упрямая вещь. И когда даже очень критически относящийся к религии или к Церкви человек становится осведомленным в отношении всего того, что сегодня в Церкви совершается в области оказания реальной помощи людям, то нередко и уста критиков, а порой и хулителей, закрываются. Но мы, конечно, не об этом в первую очередь заботимся. Это не какая-то политическая акция, которая обеспечивает нам некое благоприятствование в обществе, я имею в виду социальная работа. Это наша реальная потребность. Мы не можем не делать добрых дел на уровне личности, будь то мирянин, священник, на уровне епархии и всей Церкви. И я особенно сердечно хотел бы поблагодарить наше сестричество, наше братство, которые поддают себя, свое время, свое силы, свое иногда даже здоровье, совершая это великое церковное служение, оказание помощи ближним нашим по заповеди Господней. И да поможет всем нам Господь. И епископату нашему осознавать важность социальной работы в приходах, в епархиях, благочиниях. Да поможет Господь сознавать отцам-настоятелям приходов, монастырям и матушкам-игуменям, насколько доброделание является сегодня, как, собственно говоря, всегда неизменяемой системой ценностей, обретая которой человек имеет надежду на спасение и жизнь вечную. Поэтому то, что мы называем социальной работой, имеет непосредственное отношение к делу нашего спасения. И то помогает нам Господь именно с такими мыслями совершать добрые дела, никогда не превозносясь, всегда сознавая свою ограниченность и, может быть, какую-то слабость, но одновременно всегда с дерзновением, с любовью и сознанием особой важности дела, которое мы совершаем, направленное на казание помощи другим в нашем личном спасении. Аминь! С праздником всех вас поздравляю! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!